Ииии, здравствуйте, уважаемые! С вами Зиг Закадж, и вы смотрите 18-ую серию приключений Зига в колесе на версии Майнкрафт, версии 1.8.9. Ребятки, мы с вами продолжаем. Собственно, я здесь за кадром, большое спасибо комментаторам к моей прошлой серии, смог себе-таки выучить необходимое, как бы, предмет. Это оказался мозг, обычный наш мозг, который у меня очень любит лежать в рамочке. И, соответственно, выучить себе самую главную печать, которая мне была нужна, это ламберджек. Так что, мы с вами продолжаем заниматься фермой дерева на големчиках. Единственное, что я себе сейчас сразу хочу сюда поставить еще вот такую штуку. И поставить сюда некоторое количество наших рычажков, для того, чтобы, соответственно, у нас с вами начинала набираться машина. Потому что есть у меня ощущение, что големчик, которого мы с вами сделали в прошлой серии, нам не подойдет для использования этой печати. Но нам все-таки еще нужно решить, где я буду себе строить ферму дерева. И, учитывая то, что я, как обычно, маньячу, я буду себе делать ферму дерева прямо-таки в базе. Прямо-таки где-нибудь вот здесь, наверное. Мы с вами себе прорубим вход. И дальше нам нужно себе сделать большую-большую, как сказать, комнату для этого самого дерева. Я, на самом деле, знаете даже, что думаю? Наверное, давайте мы с вами сделаем небольшой спуск вниз. Вот так как-нибудь. Вам привет от рыжей колбасы. Морчит колбаса наша, морчит. Вот. И, соответственно, здесь нужно будет прорубить проходик. Я его даже буду рубить вот таким вот образом. Я думаю, вот так мне будет достаточно. Как вы думаете, для чего я себе делаю такие проходики? Я хочу вспомнить, что такое билдер из билдкрафта. Четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я хочу, чтобы эту комнату мне выкопал билдер. Заодно я вспомню, как он делается, как он работает. Билдер. Билдер. У-у-у, что это такое? А, инксек. Понятно. Черная краска, желтая краска, шестеренки. И лендмарк. Отлично. У меня, в принципе, я думаю, что все на это дело есть. О, господи. Я уже думал, что у меня почему-то собаки-путешественника лежат в инвентаре. Они надеты на мне. Ну да ладно. Так, давайте себе сотворим этот самый билдер. Кстати, лендмарков нам с вами понадобится побольше. Где у меня редстоун? Редстоун у меня, конечно же, здесь. Кстати, ребятки, кто мне предлагал использовать редстоун для того, чтобы получать машину? Здесь его нету. Здесь только потенция и все. Так, четыре мне нужно. У меня даже более того есть один фонарик. Еще, значит, раз, два, три, четыре, пять лазурита. Сделаем пять лендмарков. В принципе, я на самом деле просто не помню, сколько лендмарков требует билдер для своей работы. По-моему, три. Но мы сделаем с вами все-таки побольше. Пусть будет запас. Они делаются дешево и в любом случае не помешают. Так, и мне нужно четыре шестеренки. Шестеренки мне нужны алмазные, поэтому мне нужно железо. Шестеренки мне нужно две. Десять. Ладно, пусть будет. Золото. Ой, золото закончилось. Так, я, кажется, видел золото у себя где-то вот здесь. Нет? У меня что, реально закончилось золото? Да ладно, вы издеваетесь. Мне что, сейчас придется идти копать золото? Э! Окей, двадцать три голднаггета. Я сейчас из них сделаю... Сколько у меня там получится? Два! А, ну хотя мне, в принципе, и нужно восемь. Это очень аккуратно получилось. Необходимое количество. И алмазы. Алмазов тоже не очень много, но я надеюсь, что мне хватит. Так, и кабла у меня есть. Шестереночки. Я, на самом деле, каждый раз удивляюсь, почему я их не делаю вот таким вот образом. Это же проще. И у меня закончилось место в инвентаре, как обычно. Идите сюда, палочки. Будете жить здесь. Так. Ай-два. Распилили шестеренки, судя по звуку. Ладно, ничего страшного. Переживем. Распиленные шестеренки. И, соответственно, золотая. И, соответственно, алмазная. Все. Освободили место в инвентарь. Потратили кучу ресурсов. Но, в любом случае, так интересней. У меня есть эрстак. И мне еще нужен сундук, да? Мне еще нужен сундук. Сундук. У меня есть сундук. Да вы издеваетесь, ребятки. Как такое возможно? Так, мне еще нужна желтая краска. Я думаю, что желтая краска у меня есть где-нибудь в ящичке с ботаней. Желтая краска? Эй! Это что такое? Несправедливость какая. Так, желтой краски нету. Есть желтые лепестки. Но я думаю, что желтые цветы нам с вами вырастить будет проще. Господи, у меня весь инвентарь в факелах. Откуда у меня столько факелов? Зачем я их столько делал? Красный цветочек. Черт. Да, вот здесь теперь я переживаю, что у меня нету эквивалент экченжа. Ммм. Господи, сколько у меня всякого барахла, как обычного инвентаря? Это же ужас. Мне всего на всего нужны цветочки. Так, красные. Ну ладно, пусть будут пока красные тоже. Мы их с вами сюда запихнем. Хотя красные краски у меня есть у... Дофигища. Ну, мне нужны желтые цветы. Арк. Ладно, ребятки, я ушел за кадр. О, погодите-ка, у меня есть желтый цветок. Желтый цветок. Ты мне дашь одну краску. Мне нужен еще один желтый цветок. Я все-таки, наверное, тогда действительно уйду за кадр. Нет, не уйду за кадр. Желтый цветок. Ну. Все. Два желтых цветка. Пусть там остальное поваляется. Ничего страшного, я думаю, с этим не будет. Я не уйду за кадр. Я себе просто сделаю билдер. Отлично. У нас с вами есть билдер, и у меня еще откуда-то один верстак в инвентаре. Какой кошмар. Кстати, вот у меня есть ощущение, что часть кабла хотя бы надо убрать. И по-хорошему бы... А давайте сделаем вот так. Чуть-чуть освободили инвентарь. Не знаю, чем. Так, дальше мне нужны трубы. В большом количестве из Деотека. Где же мне их взять? У меня их опять, похоже, нету, кроме тех, которые есть в инвентаре. Ладно. Еще мне нужно 9 процентов для того, чтобы превратить трубу в проводящую. Энергию. Кстати, а почему одну? Мне нужно две. 5, 6, 7, 8, 9. Пуль, пуль. Приятный звук. И, соответственно, две трубы. Я думаю, что мне должно хватить 22 труб на то, чтобы довести сеть до билдера. У нас с вами где-то вот здесь проходят как раз наши трубы. Нет? Ага, вот они. Так, у нас здесь с вами есть батарейка. В принципе, наверное, можно везти прямо-таки от этой самой батарейки. И везти нам это нужно... Где у нас с вами будет стоять билдер? Давайте поставим билдер. Билдер у нас с вами будет стоять вот здесь. У, уголечек. Опять же, какая жаль, что я не на ностальгии. Было бы интересней. Здесь мне, собственно, это барахло не нужно. Хотя, как я могу так говорить про билдера? Так. И... Билдер. Мне нужен был не билдер. Арк. Мне нужен был филлер. Билдер это то, что у нас строит какие-то вещи. Из заранее заготовленных блюпринтов. Ладно, значит, будет у нас с вами еще один немеренно дорогой и ненужный блок. Почему я отстроил билдер? Ну, ладно. Башка не тем, что называется, занята. Еще куча желтых цветов. И золотые шестеренки. И мне придется сейчас идти и копать себе золото. Ребятки, увидимся. И, ребятки, я немножко пошел покопать. Нашел золото, притащил его в плавильню и видел, что в плавильню у меня есть еще 10 блоков. Ну, и, собственно, ладно. Даже еще немножко осталось. Давайте сюда запихнем жрецко, что ли. Потому что вдруг тоже закончится. Жрецко я тоже совершенно случайно накопал. И у меня почти все готово. Единственное, что придется сделать еще две шестеренки. Я почему-то хотел их сделать за кадром. Потом совершенно случайно включил запись. Ну, у меня такое бывает. Ладно, благо делаются они не очень. А, во. Я знаю, почему я так сделал. Потому что... Кстати, давайте, наверное, все переведем в слитки. Так будет немножко проще. А то я опять когда-нибудь забуду о том, что у меня есть золото. Я так сделал, потому что хотел вам как раз показать про то, что я такой невнимательный. И у меня было золото в половине. Ну, я почти сделал все правильно. Филлер. Окей. Так, золото. Золото у нас с вами здесь уже больше нигде нету. Наверное, оно жило здесь где-нибудь. Или типа того. Так, у меня вроде как все есть. Я здесь заодно себе покопал вот этот вот проход в нужное место. Для того, чтобы не тратить время, так сказать, в эфире. И давайте отсюда потащим теперь провода. Тащим-тащим провода. И притащили мы с вами провода к месту, где у нас будет жить филлер. То бишь вот сюда. Филлер. А. Так. А, кстати, а здесь нам нужно же... Ой-ой-ой-ой-ой. Почему такой непрочный камень? Здесь же нам тоже нужно поставить, кажется, вот такую штуку. Вот. Теперь, по идее, у тебя есть энергия. Так. Пирамида. Бокс. Клир. Нам с вами нужно все это дело просто очистить. Так что просто клир. И теперь... А. Кстати, рано я тебя поставил. Мне же сначала нужно тебе дать место, где ты это будешь делать. Так. У нас здесь с вами получилось в итоге 6 плюс 6 плюс 3. Это 15. Вместе с этой. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Такая у нас с вами будет не очень большая ферма. Шлепи. Кстати, мне нужен все-таки четвертый лендмарк. Потому что он должен, соответственно, нам задавать высоту. А я его потратил на то, чтобы сделать бесполезный билдер. Господи, Зиги перепутал билдер и филлер. Я прямо не могу сам себе поверить. Это ужасно. Ладно. Переживем. Где мои палочки? Палочки у меня в инвентаре. Палочки-инвентарочки. Идите сюда. Есть. И еще один лендмарк. Который, как я уже говорил, будет нам с вами задавать высоту. Потому что деревья у нас могут расти самые-самые разные. И, я думаю, где-нибудь вот так нам вполне должно хватить. Так. Отлично у нас с вами получился кубичек. Теперь мы сюда ставим филлер. Отлично. И где у нас еще один лендмарк? Вдруг мне понадобится что-нибудь еще отфилить. Так. И делайся... Клир. Копать, не копать. Так. А как я узнаю, что ты начал работать? Ты вроде как зелененький. И, по идее, что-то там уже должно было начаться. Откуда ты это начинаешь в этой версии? Там из тебя должны были полететь такие специальные красивые партиклы. Которые почему-то из тебя не хотят лететь. Штука. Redstone сигнал тебе вроде как не нужен никакой. Не, у меня, конечно, есть с собой все для того, чтобы сделать рычаг. Как обычно. По-моему, ему не был нужен Redstone сигнал. Ты чего ничего не делаешь? Или у тебя энергии нет? И я забыл открыть какую-нибудь там подачу энергии. Давайте проверим. Ну да. Здесь у нас, собственно, РФа дофига. Где мой... Не то. Где мой ключик? Ключик из Неотека. Кажется, это вот этот. Интерфейсная труба. А, ну да, энергетическая. Ну. Нам нужен экстракт. Во. Вот сейчас, по идее, филлер должен заработать. Во, я его слышу. Я его слышу. Во. Вот он такими красными кубиками начал какать. И, да я бы сказал, что достаточно оперативно работает. Наверное. Что-то там, по крайней мере, убирается. Я, правда, понятия не имею, что... Во. А, понятно. Он пошел вот оттуда. Так, давайте сделаем так, чтобы здесь все-таки у нас с вами не образовалось филлер. Эрмозомби всяких и прочих. Давайте здесь немножко сделаем освещение. Красота. Страшная сила. Главное, чтобы теперь у меня энергии хватило. Насколько быстро ты кушаешь энергию, которая у меня есть в ячейке, интересно. Быстро кушаешь. 200 РФ затик. Так, двигатели работают все. Что у нас с этой ячейкой? Ничего себе, ребятки, у нас филлер кушает. Есть ощущение, что в таком случае процесс может затянуться. Ты что так жрешь-то? Штука. И всего второй ряд делает. Ну, в принципе, ладно, нам с другой стороны торопиться некуда. Поэтому, наверное, сейчас уйдем с вами за кадр. И я вернусь, когда у меня здесь будет красивая четырехугольная комната под ферму. Ребятки, я буквально на секунду включу запись, потому что филлер еще не доделал свою работу. Но посмотрите, как он странно выбирает блоки, которые надо копать. То есть он мне сделал тут какую-то такую вот странную непонятную красоту. Каким образом он действительно работает, я немножко пока не понимаю, потому что вон тут половину оставил. Что-то он делает какое-то странное, не знаю. У нас с вами получился очень творческий филлер, который делает какую-то свою абстрактную картину. Ну, как умеет. Ладненько, все-таки дадим ему, давайте, доработать. И так, ребятки, наш филлер закончил работу. У нас появилась красивая квадратная комната. И я уже, было, начал тут, собственно, самостоятельно ее заполнять землей. Потом подумал, что, блин, а у нас же филлер это вроде как умеет. Давайте попробуем. Единственное, что придется здесь теперь немножко убрать то, что я уже наставил. Ну, ладно. Ради автоматизации чего-то интересного я готов на такие жертвы. Если честно, я не помню, как работает режим фил. Но, по-моему, он работает как-то так. Шлепе. И филлер. В конце концов, он же филлер. Он должен понять, что я от него хочу. И заполнить мне пространство землей. Единственное, что придется немножко теперь переманьячить трубы. Ну, это ладно. Это мелочи жизни. И труба. Есть труба. Так. Режим. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что ж ты делаешь-то? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Спасибо, уважаемый филлер. Арк. Так. А как мне в таком случае... А я знаю как. Я от него отключу энергию. Какой он, однако? Оперативный. Филлер. Дубль два. Возвращаем все как было Штепи Филер Тыки Ай Не врезаться в стены Лендмарки собрали Так, режим Фил И Филен ресурсис Вот это вот Надеюсь, что хватит Где моя Неотековская труба Так Воу Работает, ребятки Единственное, что да Я немножко погорячился с количеством земли Надо явно больше Благо земли у меня есть Некоторое количество Давайте, наверное, 4 штольстака возьмем еще Руками бы я это, конечно, долго заполнял А так у нас все это будет быстренько И автоматизировано Просто ништяк На Кушай 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 Хватит Наверное, хватит Ну, хватит Ей Хватило Отлично Все красиво Все замечательно Еще даже осталось два стака земли Все Это мне больше не нужен По поводу, кстати, вот этой вот трубы с энергией Знаете, еще, наверное, давайте я ее здесь оставлю Потому что мало ли, что у меня здесь будет стоять Еще для того, чтобы что-то, может быть, делать с этим деревом Просто сделаем вот так И будем знать, что здесь у нас с вами труба Так Еще единственное, что я хочу сделать Я, наверное, хотел бы здесь сделать посимпатичнее В том смысле, что Земля будет с травой Однажды Когда-нибудь Кстати А почему мне сейчас? Мне же нужно сделать для этого семечко из ботании Как оно только там еще называлось Вспомнить бы Ладно Для начала освободить немножко инвентарь И заодно попробовать сделать семечко Так И земля Так И куда-то я запихнул Вот он у меня, билдер Пусть здесь живет и филлер тоже И лендмарки, соответственно Потому что они никому, кроме них, особенно не нужны Андезит у меня тут какой-то в инвентаре Ненужный Так Семечко из ботании Мне для этого нужна моя лексика ботания Которая у меня лежит либо здесь О, здесь Так А поиск у нас здесь с вами Вроде как-то работал А, или просто надо нажать Сид Что это такое? Type to search Это history Мне нужен индекс И сид Pesture seeds Вот это вот штука Так Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Как делается? Ага, мне нужно просто траву Бросить в ману В манобассейн В манобассейне даже есть некоторое количество маны Где у меня Ножнички? Есть у меня с собой даже ножнички, ребятки Иди сюда Пульк Отлично Pesture seeds Делов-то Ё-моё Так Будем наводить красоту Надеюсь, что Без солнечного света Трава всё равно сможет распространиться Крипер Маленький Ты пришёл посмотреть на мою ферму Какой ты хороший крипер Так Как бы сделать так, чтобы здесь крипер не появлялся А, у меня же здесь нету Этого самого Так, а давайте мы Знаете, что с вами сделаем? Давайте мы с вами, скажем Вот здесь Раз-два-три Раз-два-три И дальше через, скажем, каждое Как бы это лучше сделать Я, на самом деле Не хочу вставить сборку Ender.io Потому что, как мне кажется Всё-таки Мод слишком простой И Он мне Успел надоесть на 1.7.10 Так бы я, конечно Взял бы просто Пейнтинг машины с него И нарисовал Часть земли Глоу-стоуном Для того, чтобы это, соответственно, было Как сказать Чтобы земля давала свет Но, учитывая то, что я этого делать не хочу Мы с вами будем извращаться Угу Серьёзно, что ли? Обалдеть Какая у меня красивая получилась комната Давайте пока сюда просто поставим факел Хотя нет Давайте уж делать Как я изначально планировал И сюда Мы это дело будем закрывать землёй Господи, почему землёй? Стеклом Мне нужно, соответственно, пять стекол Пять стекол есть Надеюсь, что таким образом мы с вами сможем осветить нормально эту комнату Что называется, не в ущерб пространству Эй, некрасиво По-хорошему, конечно, сюда нужно было бы glowstone, наверное, ставить, а не факелы Потому что, наверное, так было бы симпатичнее А то какие-то факелы в земле торчат Ну и пусть себе торчат Бум 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 Отлично, тут у нас с вами распространяется уже травка Будет все красиво и хорошо И еще надо бы, наверное, факелы все-таки понаставить в стенах И сделать это желательно симметрично Ну ладно, с факелами в стенах будем разбираться потом Пойдемте делать печать Печать Печать, 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 которая ламберджек Я не знаю, пока нужна ли будет мне еще какая-нибудь печать Так, мне нужен для этого блокбрейкер Блокбрейкер Мне требует золотых инструментов и блэнксил Блэнксил у меня где-то был Куда интересно, кстати, я его запихал Вот он, иди сюда Пока я тебя не потерял И давайте себе делать инструменты из золота Инструменты из золота Золота Иди сюда Инструменты у нас с вами там были следующие Топор, кирка и, кажется, лопата Топор Надеюсь, что инфузия, кстати, еще пройдет гладко Потому что мне очень не хочется делать себе Запасные инструменты из золота С которыми потом ничего, собственно, и не сделаешь Да, и лопата Лопата Готово дело Так, и... Павочка Мне нужна какая-нибудь павочка Эй Иди сюда Окей Давайте проинфузим маленько Необходимые аспекты, насколько я помню, я здесь подготавливал Инструментум 5 Хуманус там еще был нужен Хуманус 6 И херба А, нет, кордицо Пердицо 14 Окей Лопатка Давайте куда-нибудь вот сюда, наверное, поставим Топорик И вот сюда поставим Кирку И по центру положим наш контрл сил Точнее, пока еще блэнк сил И инфузия Так Аспектики Аспектики Пердицо Почему ничего не происходит Ага, нет, все происходит Просто немножко тупит Окей Предметы Предметы пошли И... Брум У нас с вами есть блокбрекер Теперь, соответственно, этот блокбрекер Нужно превратить вот в эту штуку Мне нужен херба и сенсус 16,8 Херба 25 Сенсус 19 Хватает Для этого нам нужна вот эта штуковина Да, вот эта вот вещь Будьте так любезны Один сил, пожалуйста Ей Так Пойдемте попробуем поставить нашу печать Хотя, конечно, по-хорошему, я надо бы поставить по центру Пусть я себе стоит по центру Так И мне нужен либо големчик, либо Его бел Так Размер Вверх-вниз Фиксим Право-лево Вот так И здесь, соответственно, значит, тоже будет 8 Вот, собственно, у нас границы И что мы можем сделать еще Таск про юрити Требования Нам нужен брейкер и смарт Угу И редстоун сигнал пофигу Так, окей Но это будет печать, которая позволит нашим големчикам срубать что-либо Ммм Неужели я не могу у этой печати сделать так, чтобы големчик еще и пересаживал что-нибудь Или это делается как-то по-другому Где наш големчик? У него Fragile Scout Light Frame Deft У него нету этой возможности Да, то есть нам сейчас с вами все-таки придется себе делать другого голема Так Ему нужен Smart Head Угу Это что? Perspective Head Биотаумическая голова у нас с вами есть Отлично Да нет, наверное, нужна умная голова Он может учиться, отлично Кстати, можем его делать, допустим, из Ну, так же будем его делать из браса Так, руки Мне нужны Breaker Arms У нас появился Trade Breaker А что там еще-то было нужно? Breaker и что? Я забыль Breaker и Smart Вот как раз Нам нужны Breaker и Smart Хотя зачем голему быть умным для того, чтобы рубить деревья, я не знаю Так, у нас с вами есть эти штуки И в принципе А давайте ему, наверное, колесо, что ли, сделаем Пусть будет побыстрее Нам в любом случае не надо, чтобы он откуда-то вынимался, поэтому Ууу, и нам нужно много-много-много всего Во-первых, нам нужен Biotaalmic Mind И, кстати, 27 машины аж Аж 27 Сколько у меня здесь подготовилось 14 Так, ребятки, я ушел за кадр делать все необходимое. Итак, ребятки, у нас с вами есть все, кроме, собственно, биоталмического разума. Я себе сделал уже даже Клокворк разум заводной, то бишь. И как раз вот сейчас-то мне, ребятки, и понадобится мозг. Свершилось чудо. То, чего вы так долго ждали. Мозг является компонентом крафта. Так, 18 когницио, или как он здесь называется, и аж 40 машины. Хотя есть у меня ощущение, что машины мне все равно будет недостаточно. Поехали. А единственное, что здесь уже уровень средний, поэтому я надеюсь, что все пройдет хорошо. Мне бы не хотелось, чтобы все испортилось. У меня тростник закончился, у меня не есть с чего делать бумагу. Мне даже пришлось один мозг, на самом деле, запихнуть в печку, для того, чтобы его переделать в когницио. Так, 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 так. Есть, отлично. У нас с вами есть замечательный биоталмический разум. И теперь есть все. Осталось 27 машины. Сколько у меня есть его? 24. Печаль, беда. Получится ли сделать на ходу? Не уверен, потому что печка у меня неэффективная. Блин, я уже столько, на самом деле, времени потратил, занимаясь таункрафтом, что надо бы уже себе сделать более эффективную печку, чтобы она аспекты не теряла. 26, 27. Превосходно. Мне повезло. Даже 28. 29. Говорит, да ладно. 29, все. Все. Пойдем со мной. Прицепляйся сюда и... Хлобысь. Делайся, гаремчик. Жарься. Формируйся. Выплавляйся. Ей. Ууу, сколько у него трейдов. Главное их теперь не перепутать. Так. Хорошо. Гаремчик. На. Здравствуй, гаремчик. Ты будешь здесь рубить. Ты тут у нас лечишься. Ага. Ты либо будешь ходить за мной, либо не будешь ходить за мной. Кстати, смотрите, у него колесико. Какой хорошенький. Так. Мне бы все-таки как-нибудь попробовать сделать так, чтобы он пересаживал деревья-то. Как это сделать? Блин, опять ночь. Шьерт. Дурацкая ночь. Как она быстро наступает здесь. Где мои саплинки? Саплинги. У меня есть саплинги. Дубовые. 15. Я думаю, что 15. Ладно, давайте возьмем 16. Построим 4 ряда по 4. Будет красиво. И мне, наверное, нужен боумил для того, чтобы эта штука все-таки немножко побыстрее росла. Боумил у меня... А, черт, у меня в инвентаре. Ладно. Пофигу. Так. И я себе совершенно точно делал какой-то ведь сундук. А, я его использовал в крафте. Давайте себе сделаем в таком случае сундук. Причем, наверное, побольше. Хотя, по-хорошему, погодите-ка. Хотя, ладно, пусть будет сундук. А из сундука мы будем с вами забирать все это дело куда-нибудь. Вот, скажем, в такую штуку. Basic Drawers. Хотя, в принципе, там у нас будут саженцы, дерево и яблоки, наверное. То есть, в принципе, один слот будет лишним. Ну, да ладно. Здесь написано то, что взаимодействовать с клеткой и големчик будет только там, где эта печать. Но вот это вот немножко печально. Я, конечно, в итоге попробую ее сделать, наверное. Если ничего другого не найдем. Так, как бы вас красиво посадить? Я думаю, вот так вас можно красиво посадить. В таком случае и големчик не будет вам мешать. И вы не будете големчику мешать. И, возможно, даже будете расти. И даже, возможно, какое-нибудь место останется. Так, и где-нибудь вот здесь, наверное, в таком случае у нас с вами как раз будет стоять вот эта вот штука. Я даже, наверное, может ее вообще вот сюда вот вынести. То есть, големчик там себе спокойненько будет работать, а мы с вами вот отсюда будем забирать то, что он наработал. У меня же есть такая возможность. Почему же и не воспользоваться? Тихо. Черт, не могу попасть в дырочку. Так, где-то вот здесь она. Отлично. Где наш айтем? Как его видишь? Не там. Здесь. И дальше вот такими трубами мы с вами потянем эту вещь. Кстати, трубы заканчиваются. Надо трубы сделать. Четыре штуки осталось. Давайте, допустим, вот здесь поставим сундук. Хотя давайте его, наверное, поставим на один блок все-таки вот сюда. То есть, вот так сделаем. И наш ключик из сундучка нам надо это дело забирать. На. И вот здесь у нас будет жить кабл, потому что, не знаю, потому что так. Так, дальше. Коллект. Наша печать коллект. Могу ли я, кстати, поставить печать на печать? Интересно. Давайте мы, знаете, что сделаем? Давайте мы вот сюда поставим землю. Галемчик. Двиньтесь, пожалуйста. На нее поставим печать. Землю уберем. А, в таком случае печать тоже снимается. Печаль. Печать-печаль. Печаль в печати. Может быть, на факел в таком случае поставить. Коллект. Мне нужен коллект. Пункт. Пункт. И настроить ее. Updown. 4, наверное, где-нибудь. Я думаю, будет достаточно. И дальше, по-моему, 8.8 здесь было. Что-то похожее на правду получается. И, соответственно, вот сюда мы с вами приляпаем стор. Здесь у нас с вами можно сделать блэк-лист. Остальное нам, в принципе, не сильно интересно. Кстати, вообще еще интересно. Вот, я не посмотрел одну вещь. Скорее всего, наш вот этот галемчик не сможет собирать. Потому что у него руки на это дело не заточены. Нет? Нет. Сможет, похоже. Окей. Я уже думаю, что второй галемчик себе очень быстро найдет то же место работы. Так, давайте, во-первых, проверим то, что галемчик у нас работает и может собирать что-нибудь. Галемчик. Пособирай, пожалуйста. Галемчик. Галемчик. Ну, чего ты? Эй. Работай, штука. Штука. Ты за мной теперь будешь ходить, да? Или ты таким образом будешь работать все-таки? Что-то наш галемчик вообще какой-то странный и не хочет работать. Ладно, а если мы тебе друга сюда поставим, будете работать вдвоем. Я же в любом случае сделал. По крайней мере, этот галемчик может собирать. Так, теперь давайте попробуем что-нибудь вырастить. Вот тебя, допустим. Не? Никак? О. Рубить-то ты будешь? Дурка. Ох ты, поехал рубить, рубить, поехал. Так. Ну, в принципе, прикольно, да. Нарубил. Единственное, все-таки, надо что-то теперь придумать с тем, чтобы деревья пересаживались назад. Как бы нам это сделать? Как бы нам это сделать? Или все-таки я еще что-то не изучил? Для того, чтобы что-то здесь сотворить. Ладно, ребятки, дайте мне минутку, попробую почитать Тому на Микон и Павла из интернета. И так, ребятки, собственно, давайте попробуем все-таки воспользоваться силам, которые use, для того, чтобы у нас с вами что-нибудь получилось. Я не знаю, получится или нет, потому что, оказывается, способность, как это называется, пересаживать растения есть только у печати, которая у нас с вами отвечает за обычные кропсы, то есть за пшеницу там или что-нибудь типа того. На деревья такая штука не работает. Поэтому, не знаю даже. Вот, собственно, у нас есть теперь здесь печать, каким образом ей управлять. Так, мы можем здесь сказать, видимо, что. Использовать, да? WhiteList. И нам нужен какой-нибудь саженец. Иди сюда, саженец. Так. Саженец. Use method data. Тра-та-та-та-та. From same mode. Left click. Can use empty hand. Какая прелесть. Requires provisioning from WhiteList. Task priority. Требуется. Ой, умный големчик с манипуляторами. У нас такого с вами нет, ребятки. И действительно, я, похоже, не могу сказать, где этой печати работать. И у нее нету области действия. То есть, видимо, мне придется под каждое такое дерево делать такую печать. Это, если честно, ужасно. Ну, ладно, давайте хотя бы на самом деле попробуем на одной печати это сделать. И мне в таком случае нужно големчика вот этого вот переделать в умного, к сожалению. То есть, интересно, кстати, а я големов не могу никак расплавить? Эээ, дерево! Големчики, спасайте меня! У меня есть дерево. Выросло внезапно. Так, давайте я тогда сделаю все-таки себе големчика вот такого же, только умного. Потому что для того, чтобы использовать эту печать, мне нужен умный големчик. И после этого вернусь для того, чтобы проверить, будет ли этот големчик сажать сюда деревья. Интересно, как это здесь вообще работает. Ребятки, увидимся. Итак, ребятки, я провел кучу времени за кадром, но все-таки я себе, ребятки, смотрите, что сотворил. Потому что я повазил в интернете и понял, что действительно в данной версии Таумкрафта единственный способ сделать ферму дерева, это использовать как раз печати, которые у нас с вами use. И печати у нас с вами настроены следующим образом. У нас, соответственно, есть white list. У нас с вами нужно сказать то, что големчик должен кликать по пустому воздуху, потому что после того, как дерево выросло, вот, собственно, сейчас здесь выросло, вы этого, правда, не видите, потому что потемнело. Но сейчас нас големчик освободит. Соответственно, здесь уже ничего не будет стоять. Поэтому, соответственно, кликать нужно по пустому месту. И, естественно, как я уже и делал, request provisioning. Здесь тоже все хорошо. И единственное, что в интернете люди советовали делать приоритет один. То есть, если мы с вами не сделаем приоритет один, то големчики будут собирать саплинги, класть их в сундук, потом забирать их из сундука, класть их в сундук и так далее. А нам все-таки нужно, чтобы они сначала посадили деревья. Я себе для этого сделал големчика, который, в принципе, очень похож вот на этого. За одним исключением то, что у него все-таки есть трейд умный. То есть, он у нас сможет использовать эти штуки. И вот сюда я повесил себе еще, сделал еще одну печать, которая, соответственно, называется provide. То есть, мы с вами можем вот отсюда забирать какие-то предметы при помощи големчика. Давайте попробуем. Големчик, делай свое грязное дело. Молодец, взял саплинги и улетел. Когда я тестировал эту систему, он сделал то же самое. Почему он здесь улетает, я понятия не имею, ребятки. Эй, иди сюда. Ты зачем улетаешь, маленький гадик? Как мне сделать так, чтобы ты не улетал? Нет, в принципе, конечно, я могу вообще избавиться вот от этого сундука и повесить прямо вот сюда вот печать, как она называется, store. В принципе, кстати, давайте, наверное, попробуем так сделать. Иди сюда. И печать мы с вами будем вешать, наверное, в таком случае сбоку. Инвентарю пофигу, а нам с вами надо как-нибудь разместить печати. То есть, давайте сделаем вот так. И еще раз поставим големчика. Он все равно упорно... А, ну вот, собственно, вот он это и такое ощущение, что и делает. Смотрите, он забирает и выбрасывает назад. Ему совершенно пофигу на то, что у него здесь есть приоритет выше. Да, в этом смысле, конечно, заодно что-то намудрил. Какая-то странноватая у нас с вами получается ферма дерева с прыгающими големчиками. Иди сюда. Горемчик. Так. Окей. Вот, молодец. Положил. Давайте в таком случае немножко пожертвуем своим собственным удобством. Где мой меток? Давайте попробуем переставить эту штуку вниз. То бишь, вместо вот этого сундука. И, соответственно, здесь нужно убрать трубу. Трубы потом, собственно, уберем, если они в итоге не понадобятся. И поставим наш ящичек вот сюда. Шлепим. Так, и в него у нас будет с вами входить кабл. Для того, чтобы загнуть место. Саплинги у нас с вами были вот здесь. Яблоки у нас с вами были вот здесь. И деревья у нас с вами были вот здесь. Ну, или как-то так. Без разницы. И, соответственно, стор с этой стороны давайте повесим. И провайд с этой стороны. Так. Дубль три. Горемчик сажай. Да что ж ты делаешь-то? Какой у нас приоритет у стора? Ноль. Ну, он, конечно, посадил дерево. Поэтому, господи, он развлекается. Горемчик развлекается. Отлично, ему нечего делать. Какая прелесть. Так, в таком случае, а приоритет ниже нуля я, конечно же, поставить не могу. Это было бы странно. Нет, могу, смотрите-ка, минус один. Самый последний приоритет о том, что нужно сюда что-нибудь положить. Сначала все с этим что-нибудь делать, потом только положить. Давайте попробуем что-нибудь вырастить, что ли. Ради интереса. Эх, мой бонмил. Давайте, гаремчики, делайте свою гаремовую магию. Надо, наверное, по-хорошему, конечно, сделать повыше, что ли, я даже не знаю. Чтобы деревья побольше росли. Так. Хотя, в принципе, нет, смотрите-ка, все даже вполне себе работает. Единственное, что этот големчик опять теперь уже с саплингом носится. И этот големчик с саплингом. А ты-то что с саплингом? Тебе же его надо положить сюда просто и все. Ой, а тут теперь места нет. Так, ребятки. Идите сюда, уважаемые деревья. Как сделать ключик из Storage Drawers? Storage. Ага, ага, ага. Concealment Key. Personal Key. Ну, видимо, вот этот нам нужен. Ничего себе у него рецептик. Ну, ладно, давайте сотворим. Я хочу попробовать закрыть ящик так, чтобы, соответственно, в нем предметы оставались. Кто-то из вас мне писал в комментариях, что это делается именно так. Я ни разу этого не делал, поэтому не знаю, что у нас сейчас с вами получится. Но надеюсь, что что-нибудь да получится. И, если честно, пока мы с вами всем этим занимались, я уже даже забыл, зачем мне вообще нужна ферма дерева. Я понимаю, что у меня дерева не очень много, но его же можно было бы порубить чем-нибудь попроще. У меня же даже для этого дела топор специальный есть. Черт, как делается эта фигувина. А-а-а, сюда дровер любой нужно положить. Окей, у меня есть такие. Допустим, вот такой. Отлично, два апгрейда. И теперь мне нужно два золота и один золотой наггет. Тоже есть такое дело. Опять мне движки просаживают FPS дико. Ну, что с ними поделаешь? Так, где вы тут, мои маленькие? Пока ничего не нарушили? Ничего не нарушили. Отлично, локт. И, по идее, если я теперь... Корвин, будь здоров. Да, если я теперь отсюда заберу что-нибудь, то иконка останется. Отлично, то, что надо. Замечательно, большое спасибо за подсказку. Я уберу ключик вот сюда. Пусть он у меня живет здесь. И у меня теперь в итоге есть три големчика. Один из них дурной и два остальных весьма по себе серьезные. Дальше, наверное, нам с вами нужно будет сделать палку-заминялку для того, чтобы здесь, соответственно, приукрасить как-нибудь эту ферму. Но, в принципе, я доволен. Не так, конечно, доволен из-за того, что мне пришлось потратить уйму ресурсов и времени на то, чтобы сделать 16 вот этих вот юз сил. Но, в итоге, это вполне себе полнофункциональная ферма-дерева. Так что я именно этим доволен. И после этого нужно будет еще отсюда, наверное, как-нибудь вот из этого ящика что-нибудь переносить куда-нибудь подальше, чтобы сюда каждый раз не бегать или, по крайней мере, сапгрейдить этот ящик. Потому что у меня теперь даже есть еще один апгрейд. Вот. Но нам с вами, к сожалению, пришла пора прощаться. С вами был Zig the Hedge. Я надеюсь, что вам понравилось. Увидимся в следующий раз. Здоровых встреч и, как обычно, всем счастливо, ребятки!